Всем привет, ребят! С вами Мегаобзор.ком. Нас часто спрашивают, как найти альтернативу операторским роутерам, что было быстро, функционально, оперативно и при этом ещё стоило недорого. Сегодня протестируем такой роутер, это NETIS 2780 с поддержкой частоты 5 ГГц, гигабитными сетевыми портами и 802.11ac. Он уже доступен в российских магазинах. Напомню, что год назад мы тестировали 2681, он был ориентирован на геймеров, а тестируемый сегодня роутер – это такая домашняя рабочая лошадка. Стоит на текущий момент он 2690 рублей. Помимо роутера в коробке находится подставка, патч-корд, блок питания, инструкции и гарантийный талон. Поставляется он в коробке из плотного картона с традиционным сине-чёрным оформлением. Выполнен роутер в классическом чёрном корпусе, он в отличие от большинства моделей, тут предлагается вертикальное размещение. Поставить 2780 можно на комплектную подставку. Под неё в корпусе предусмотрены посадочные места для надёжной фиксации. Также в той же ориентации он фиксируется и на стену. Отверстие под саморезы находится на боковой грани. С противоположной стороны вентиляционная решётка, обеспечивающая свободный приток воздуха и пассивный отвод тепла. Роутер располагается сразу четырьмя несъёмными антеннами. Они зафиксированы на шарнирах, можно менять угол наклона и расположение. Кстати, можно поставить горизонтальный угол наклона поворота антенн, позволяет это сделать. Но, возможно, будет не хватать резиновых ножек для устойчивого расположения. Одна из боковых грани с продольной прозрачной вставкой. Выведен ряд светодиодных индикаторов, отображающих активные режимы работы, подключение по сетевым портам и VPS. С противоположной стороны четыре LAN-разъёма, все они не гигабитные, ванпор, кнопка сброса настроек, разъём питания и кнопка VPS. В целом, NETIS 2780 производит приятные впечатления, он гармонично впишется в любой интерьер. Интерфейс NETIS нам уже знаком, используется общий понятный подход. Он полностью локализован под российских пользователей, встречает пользователя экран быстрых настроек. Его вполне хватит для 90% пользователя роутера. С него можно настроить подключение к провайдеру и задать параметры без варной сети. Это опять же к вопросу простоты настроек и телесообразности выбора операторских моделей. Настройки тут не требуют большого опыта стороны пользователя. NETIS 2780 может работать в нескольких режимах, включая MOST PPOE. Поддерживаются все провайдеры, представленные на территории России. Рекомендуется поменять пароль, конечно же, к панели управления. И рекомендуем также выбрать в Яндекс.ДНС. Не забыли про удалённый доступ через No.IP и DIN.ДНС. Подробная маршрутизация, создание правил для групп подсетей, перенаправление портов, настройка IP-адресов, зеркалирование портов, чёрные и белые списки, пробуждение по LAN, подробная статистика активности, все восстановления и резервные настройки есть. Детально настраивается беспроводное подключение для двух отдельных диапазонов. NETIS 2780 умеет создавать гостевые сети, выбирается мощность передатчика, VPS, поддерживается IPTV с несколькими опциями настройок, есть работа с мультика, с трансляциями. Данный роутер использует связку с процессором Realtek, это 8197, радиомодули 8092 и 8812, гигабитный коммутатор Realtek тоже 8367. Эта комбинация уже успела хорошо себя зарекомендовать, мы её встречали в ряде других моделей, она стабильная и производительная. Для беспроводного подключения выделены 4 антенны, 2 антенны для диапазона 2,4 ГГц и 2 для 5 ГГц. Мы проводили тестирование с провайдером DOM.RU, используются 2 отдельных системы, одна с адаптером TP-Link, тоже поддерживает 8021AC, а вторая с USB NETIS 2190. Для тестирования используется наша стандартная схема, выявите данные синтетических тестов. В ходе эксплуатации роутер предоставил стабильную работу, в течение длительного времени проблем с подключением не возникало. NETIS 2780 правильная и удачная альтернатива операторским роутером. Он станет хорошим выбором не только для развертывания беспроводного и проводного доступа в условиях квартиры дома, но и небольшого офиса. Предлагается хороший набор возможностей настройки, здесь найдут для себя все необходимые и продвинутые пользователи, и не потеряются новички. К лицовым плюсам, конечно же, с учетом стоимости, относится поддержка Wi-Fi 802.11AC, частота 5 ГГц, 4 ГБ сетевых LAN порта, симпатичный дизайн и 4 антенны. С удовольствием обсудим данный роутер с вами, ребят. Всем спасибо за внимание и пока-пока.